здравствуйте друзья у нас с вами на экранах влада юная техасска а до этого расскажи где ты жила вообще как как какой твой путь жизненный ну сначала ну я родилась москве потом я жила в уфе камеру смотрим на зрителя потом я жила в уфе и потом мы переехали в калифорнию сейчас мы живем стихасе а сколько ты успела в калифорнии пожить мне кажется два года или может больше чуть-чуть а ты здесь ходила я помню мы с вами разговаривать ты ходила в школу где было много мексиканских детей но ты там научилась немножко испанскому может быть или нет но они говорили по-английски хорошо так но они дружелюбные хорошие а учились тоже хорошо или они такие пофигисты мне кажется что они пофигисты но в школе был кто-то кто хорошо учился да можно учиться хорошо уехали вы в техас маму перевели по работе и она сходу как взяла как купила домину такую красивую вот жизнь в доме как бы для ребенка это кардинально что-то так отличие или все равно ты большую часть времени не дома или как вот мне все равно правда ну тебе комната своя есть там собаки кошки что там у тебя есть кошки 2 обе твои или мама тоже участвует воспитание все-таки лучше в доме до школы ты как добираешься я хожу то есть можно пешком дайте да очень близко и ты закончила 8 класс то есть это было middle school и пойдешь high school а если вот в high school тоже пешком можно дойти будет дольше надо можно ну как 20 минут 30 до 20 наверное там безопасно так нормально это пригород далласа хорошо в план вот школа в которой ты учишься мама говорит она у меня ходит в хорошую школу это как вот что хорошего вот ну ну правда вот расскажи про школу как там но мне кажется что она имеет ввиду про хорошие это потому что там есть много людей которые хотя хорошие оценки значит что школа будет фокусироваться больше на самой учебе ну а с точки зрения того что вот ребенок он допустим ну вот будем тебя тебя считать ребенком тебе сколько лет тоже 14 уже исполнилось вот 14 летняя девушка уже фактически такая может быть почти взрослая ходит в школу что нужно для счастья вот еда дом в школе а в школе в школе с едой что там кстати раз мы пройду а ну и да нормально кстати в принципе некоторым не нравится но она не такая уж ужасная но например что пицца до пицца курица булочки и так далее но не то что не то что вот называется там какая-то здоровая еда здоровое питание салаты салаты тоже есть это можно выбрать как столовой или ты пришел у тебя вот там рацион какой-то ты забрал и ушел можно выбирать но что есть на выбор давай вот пицца я понял картошка фринан есть да тоже есть а потом нормальная жареная картошка есть так что и а что что можно взять вот давай фрукты овощи что-нибудь такое что-нибудь фрукты яблоки бананы овощи там огурцы и картошка а какие бергеры тоже есть бергеры а да так ну хорошо то есть можно съесть как еду нездоровую так и здоровую а дети что едят больше нездоровую то можно еще покупать чипсы но они как бы дороже стоят то есть еще и чипсы ну хорошо то есть фактически получается так что вы живете в таком как бы пригороде где в основном живут белые американцы и вот эти белые американские дети они едят чипсы они едят пиццу они едят картошечку фри эти бургеры они толстенькие при этом ну некоторые да но большинство нет а вообще вот американцы которые там живут белые они полненькие и охотники есть народ там да много а с чего они худенькие они просто не едят эти бергеры из пиццы или может спортом заниматься спортом очень много бегают по улицам то есть есть такое ну хорошо а вот такой вопрос вот ты приехала из уфы и погрузилась в американскую такую полу мексиканскую школу как тебе английский подошел много времени ушло хотя бы год немножко трудно сначала на потом уже понесло но трудно то есть не чувствуешь что все понимаешь а сколько времени проходит пока ты понимаешь это абсолютно вписалась и уже как ну как родной я даже этого не заметила я просто поместилась ну сколько времени ушло два года три года то есть не в один день да не но хорошо а вот такие вещи как там дружба да вот и допустим училась там москве ты училась в уфе там же есть такое понятное друзья они ходят гости они там вместе не знаю курят там на переменах ну как там вот дружба ну да знакомые есть там разговаривают на на ланч и так далее но нет такой дружбы когда они вместе куда-то пошли там есть люди которые уходят там в торговые центры и так далее там гуляют на выходных ну хорошо а если вот ты хочешь с кем-то дружить принято допустим приглашать домой да а как он доберется до вас наверное 0 если они живут близко то наверное пешком если нет на машине ну пусть я есть друзья которые ходят там где в гости нет нет я не хочу чтобы в гости приглашать почему мой дом я не хочу людей там все хорошо ладно а ты помнишь например как ты училась там в уфе например какие-то воспоминания есть или уже слишком давно слишком давно здесь мне кажется что я слишком маленькая была чтобы помнить на всю жизнь а вы с тех пор не ездили домой да бабушку не навещали бабушка навещала нас хорошо ладно возвращаясь в школе вот многие родители они смотрят нас часто и они думают о том что в америку перед как их дети будут адаптироваться они переживают и дети многие тоже думают вот сейчас они меня увезут там в эту америку и как я там буду нет такого чтобы обижали с точки зрения вот обидеть человека школа раньше и вот школа сейчас вот американская школа там могут обидеть но зависит от как обидчиво от обидчивости человек да ну хорошо вот скажем так нет такого чтобы побить могли но если ты не знаешь английский язык то не побьют это нужно что-то сказать такое нехорошее а могут и побить если скажешь то есть это и в мал и в калифорнии и в техасе или только в могут побить и в техасе и в калифорнии то есть ты видела такое что там побили кого-то девочку прямо или мальчик мальчик ага то есть мальчики друг друга задирают и могут и подраться я просто слышал что вы нельзя там не то что драться нельзя толкаться нельзя там я даже не знаю конечно нельзя но люди все равно надо было делать но их не наказывают за это администрация как наказано но это не помогает иногда не помогает иногда помогает ну хорошо то есть если ты как бы не конфликтный сам по себе то тебя там просто нет там телефон у тебя не от не отожмут но игрушки там не отнимут учебники я могу сказать скажи я садись вот сюда я могу рассказать про телефон значит был реальный случай когда у моей знакомой сын что-то сделал в школе и у него отобрали телефон сначала на один день а что построим учителя добра директор ну кто-то принцип или кто-то сначала не отобрали на один день телефон а потом он еще раз что-то натворил и у него отобрали еще на какое-то время а потом стиль третий раз ему дали мы сказали четыре дня в школу вы не можете ходить ну это не то что его обидели это наоборот как бы он пытался что-то нарушать а а я не знаю про что вы говорили могут ли в школе обидеть ребенка но они друг друга конечно немножко задирают но не так как учительница может учитель не нет нет я думаю нет если если учитель учитель так взял не было бы уволили то есть нельзя обижать детей ну хорошо а вот допустим была контрольная есть контрольные какие-то тесты вот есть какой-то тест и кто-то записал плохо этот тест это весь класс знает или это индивидуально раздаются отметки никто никому ничего не говорит но если ты скажешь что ты у тебя там плохая оценка то есть тогда будут знать но если ты не скажешь что никто так не узнать учителя например не делятся этим он не может сказать вот ты тут пришел как ты плохо тест написал большинство учителей так вообще не делают потому что это неприятно же но есть учителя которые смеются над студентами то есть может так быть да очень раритетно понятно понятно хорошо так что самое сложное для вот скажем российской школьницы сколько ты классов закончила в уфе 3 4 3 4 класса вот ты приезжаешь что самое сложное в в адаптации вот некоторые говорят что как же они там вот языка не знают как же они там они вот не понимают культуры необычной у них нет друзей вот что что действительно сложно было для тебя язык но ты была в классе специальном и сл или ты была в обычном самом классе и сл то есть там были дети которые не здоровы по-английски и как-то это в чем-то реально проявлялась то есть как-то вам проще объясняли что это просто как легкий английский урок то есть да немножко было легче понимать после с но дети друг друга все равно по-английски же дали как а вот в техасе тоже есть и сл классы если там кто-то приедет а из каких стран то есть на каких языках говорят дети которые вот попадают в сл класс ну кроме кроме может быть латинос еще кто-то есть испанцы и потом есть много азиатов которые говорят на разных языках там японцы корейцы то есть есть такое и в техасе есть да как интересно но они хорошие ребята такие как бы они очень тихие потому что мне кажется они не могут говорить на английском поэтому они тихие ну то есть нет такого чтобы они при этом появилась там два корейца они всю школу там терроризируют нет такого нет ну чё же хорошо ладно ну может быть ты тогда что-то скажешь так вот адресно вот тем детям которые может быть собираются скоро в америку может быть как как-то получше подготовиться что что можно сделать дома чтобы легче вписаться что можно сделать дома это просто начинать учить английский поэтому потому что если ты знаешь язык то тогда ты быстро все схватишь а с точки зрения одежды вот дети вообще обращают внимание кто как одет или может быть скажем в младшей школе или в средней школе может они по-разному относятся вообще дети обращают внимание некоторые обращают но я даже если не обращают внимание им все равно потому что ну каждый за себя все то есть не то что ты а есть такое что выпендриваются вот там что-нибудь такое наденут и все должны восхищаться там есть такой есть популярные девочки вот за ними мальчики там ухлёстывают и они какие-то модные и все хотят быть как они там под них есть такие как бы вот дети которые там девочки которые популярны вот за ними мальчики там ухлёстывают и они не так что делает их популярными вот эта девочка хочет быть популярными что она должна делать но наверное она должна ходить в клубы потому что в клубах много людей и она должна иметь много друзей в этих клубах и в классах и так далее клубы это например какие там есть волейбол это после школы баскетбол тоже после школы там бегание но всех берут в клубы или это нужно как-то иметь подготовку заранее хорошую некоторых клубах они бесплатные но единственное что они тебя просят это появляться но есть клубы которые типа как art club club там рисование клуб там нужно платить 25 долларов но потом все ты ходишь в этот клуб каждый день и больше больше платить не нужно но если ты ходишь в клуб по рисованию то это делает тебя популярным но если тебя там друзья да хорошо а вот допустим и есть такое что там в школе наркотики продают или там ну какую-то дрянь такой совсем вот есть я никогда не слышала об этом моей школе хотя бы но там ей был один из случаев с чуваком в туалете его поймали он курил в туалете и это был единственный случай школе но так чтобы вот дети там торговали наркотой в школе такого не было ну хорошо а вот все таки вот 14 лет это уже такой возраст ну как бы уже почти ну такой переходный это не то что там 9 или 8 да то есть вот например у мальчиков нет такого чтобы там какое-то внимание к девочкам проявлять в неадекватной форме какой то есть они как бы знают что нельзя ну что же хорошо ладно давай тогда это не очень такая рассказчица может быть какой-то случай интересный у тебя есть есть случай просто школа ну хорошо ладно давай тогда мы помашем ручкой значит и договоримся так как значит я сделаю сюжетик а ты тогда заходи и ребята которые захотят вопросы задатели может быть родители захотят задать ты вот увидишь там в комментариях и ты им тогда будешь отвечать хорошо хорошо а ты не хочешь сама вот может быть канал на ютубе такой тем смотрели бы дети нет не у меня нет ну а хочешь чтобы был нет ну ладно то есть и не любишь так много внимания счастлива и о о о о о о о о о Субтитры подогнал «Симон»